Привет! Посмотрите на все эти мотоциклы! Наши коллеги из Мотостронга сами привозят их из Европы, выбирая байки с минимальными пробегами и в идеальном состоянии. Склад мотоциклов постоянно обновляется. Подпишитесь на инстаграм Мотостронга, там все наличие. А менеджеры Мотостронга помогут вам найти подходящий байк именно для вас и помогут с доставкой по Беларуси, а также в Россию, то есть в Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Всем привет! Пока салоны по продаже китайских автомобилей открываются на каждом шагу, европейская «БУшка» никуда не исчезает и по дорогам ездит очень много «Кашкаев», «Фокусов» и даже «БМВ» с современными, но неизвестными моторами. Так вот, в этом обзоре мы хотели бы рассказать о моторах, которые очень часто встречаются на автомобилях, которые пригоняют из Европы. И из этого обзора вы узнаете, что надо знать, чего надо бояться и что нужно сделать так, чтобы двигатель не умер на ваших глазах. К сожалению, такое случается часто. И конкретно в этом обзоре мы затронем турбодизельные движки. Так уж повелось, что почти весь объем продажи пригона приходится именно на них. Самый ходовой объем до полутора литров, а возраст автомобиля 6-8 лет, поскольку таможенная пошина будет наименьшей. Однако мы коснемся и других турбодизелей объемом до 1,7 литра. Так что не переключайтесь, мы постараемся дать максимально исчерпывающую и полезную информацию. Начнем мы с вездесущего турбодизеля объемом 1,5 литра, который появился в 2017 году и устанавливался на все Peugeot и Citroen, а также на Ford. Еще вы найдете именно этот двигатель под капотами Toyota Pro S-City, а также под капотами самых последних Opel, которые созданы на платформе PSA, то есть являются клонами Peugeot и Citroen. Его маркетинговые обозначения 1,5 Eco Blue, 1,5 Blue HD, 1,5 CDTI и 1,5 D4D. Это вот реально все его маркетинговые обозначения. Итак, краткая информация о нем. Алюминиевый блок цилиндров, чугунные гильзы, 16 клапанов, ременной привод ГРМ, гидрокомпенсаторы присутствуют и один турбокомпрессор. Итак, что же нужно знать про этот двигатель? Этот двигатель запросто может отправиться в утиль, о чем мы неоднократно рассказывали. Суть вот в чем. Оба его распредвала соединены цепью. Цепь и ее натяжитель крайне неудачны. Обязательно нужно осмотреть клапанную крышку, она тут алюминиевая. Если там, на крышке, вы обнаружите номер 98, 305, 804, 80, то ГБЦ тут улучшено. Если номер другой, 98, 126, 472, 80, то там между распредвалами ненадежная цепь шириной 7 мм и хлипкий натяжитель. Все может закончиться со скакиванием или обрывом цепи ГРМ. Поршни и клапаны, разумеется, ударят друг по другу. Кстати, и имейте в виду, что любой турбодизель с Common Rail втыковый, то есть поршни и клапана, встретятся по-любому. Чтобы вот этот вот турбодизель, который встречается на огромном количестве автомобилей, не загнул клапаны, нужно поменять его крышку, которая является верхней частью постели распредвалов. Поменять оба распредвала, поменять цепь, поменять натяжитель и еще кучу мелочей в виде заглушек из сальников. Печаль в том, что эти детали стоят на данный момент примерно полторы тысячи долларов. Еще год назад этот комплект стоил тысячу долларов, ну плюс 500 за работу. Ну, как вы понимаете, спрос рождает повышение цены. Поэтому на сегодняшний день цена такова. Больше ничего особо криминального в этом двигателе не случается. Ну вот, разве что течь масла из-под клапанной крышки – это норма. Глючный датчик оксидов азотов, ну, который NOX, это тоже норма в порядке вещей. Ну и система экологии в этом двигателе, ну, нормально отшивает. Ну, еще, конечно, стоит избегать топлива сомнительного качества, потому что форсунки Bosch впрыскивают топливо вот последнего поколения под давлением 2000 бар и недолго работают на солярке сомнительного качества. Далее, внимание заслуживает другой французский двигатель 1.5 DCI. Это тот самый К9К, нестареющий, родом из 2000-х годов. Поклонники его прекрасно знают и даже узнают его на слух. Но прикол в том, что этот двигатель приводит все переднеприводные Мерседесы. И речь идет не только о каблучке «Титан», который является клоном «Кангу», но и «А-класс» в 177-м кузове. То есть, хэтчбеки и седаны приводят вот именно этот двигатель. Хотя инженеры Daimler поколдовали над ним, внедрили оригинальную систему управления, иной двухмассовый маховик и частично новые механические части. Но суть осталась прежней. Чугунный блок по два клапана цилиндра, гидрокомпенсаторы и легкий в замене ремень ГРМ – электромагнитные форсунки Bosch. К этому движку у нас никаких претензий. Он очень надежный, просто обслуживая его хорошо, и этот моторчик пройдет более полумиллиона километров. Идем дальше. Реже встречаются двигатели 1.6 DCE. Они производятся компанией Renault с 2011 года и встречаются буквально на всех моделях этой марки, а также на Ниссанах и на Мерседесах. Например, вот на таком 205-м. Здесь он, кстати, установлен продольно. Этот двигатель сделан на основе чугунного блока цилиндров, в алюминиевой ГБЦ 16 клапанов, цепной привод ГРМ. Есть версии с одной и двумя турбинами. Самая дорогая неприятность этих моторов, в основном битурбированных версий для Renault, это появление трещины блока цилиндров где-нибудь посередине и сквозь постель коленвала. Из-за этой трещины масло даже может потихоньку вытекать наружу, а может смешиваться с антифризом, если трещина пройдет сквозь рубашку охлаждения, да антифриз может сочиться наружу. В 2019 году моторы и блоки цилиндров в Европе меняли по гарантии. Укрепленный блок цилиндров агрегата 1.6 DCE имеет номер, начинающийся с символов E4-E4 или D4-D4, соответственно для исполнения с одной и двумя турбинами. В остальном особых проблем с этим двигателем нет. Цепь ГРМ ходит 300 тысяч километров. Ну а если 1.6 DCE перестал хорошо запускаться морозным утром, значит, скорее всего, вопрос в форсунках. Надо проверить их на избыточный слив в обратку. И также еще могут подглючивать свечи накаливания из-за плохого контакта в фишках. Ну а в остальном поклонники этого мотора любят его за более сочную тягу и за более плавную работу по сравнению с двигателем 1.5 DCE. Любой из вот этих автомобилей, а также многие другие тачки, вы можете купить в автохаусе MyCarSelection. Тут можно выгодно продать, купить или обменять свой автомобиль на другой. Беспроцентная рассрочка, кредит и лизинг прямо на месте. И еще по промокоду «АвтоСтронг» каждому покупателю дарят полный бак топлива в подарок. Ссылочки я оставил в описании к этому ролику. С 2018 года на автомобилях Renault и кроссоверах Nissan встречается двигатель 1.7 Blue DCI. Но на этом автомобиле не такой двигатель. Он стоит здесь в качестве примера. А если хотите знать, какой двигатель у этого автомобиля и посмотреть полный обзор, мы, кстати, совсем недавно его отсняли и уже опубликовали. Милости просим на наш YouTube-канал. В сущности, это 1.6 DCE с увеличенным ходом поршней и более сложными системами экологии. Блок цилиндров у него чугунный, поэтому трещин замечено не было. Цепь ГРМ ходит при реальном пробеге примерно 300 тысяч километров. Если заглючит этот блюд, то это решается прошивкой. Можно также все системы экологии отшить. Но специалистов по этому поводу предостаточно. Ну а если будет бить ошибками датчик оксидов азота в NOX, то его придется поменять на новый. Еще один пример распространенного дизельного двигателя – это 1.6 CDTI, который встречается на всех моделях Opel с 2014 года. Это чисто джемовский двигатель, созданный на основе алюминиевого блока цилиндров. У него 16 клапанов, гидрокомпенсаторы присутствуют. Также цепь ГРМ у него со стороны махарька. И вот эта цепь ГРМ – это самая главная проблема этого двигателя. Она растягивается и гремит, а при сильном растяжении она начинает касаться кожуха, то есть алюминиевого блока цилиндров, а его отливки, то есть своего кожуха. Ну можно так сказать. И начинает стругать стружку. Для ее замены и желательно замены цепи маслонасоса надо рассоединять двигатель и трансмиссию. Ну а далее кому как удобно – либо вывешивать двигатель, либо же приопускать трансмиссию. И вот запчасти по замене этой цепи будут стоить примерно 1000 долларов. Ну плюс работы по замене. Ну а в остальном у этого двигателя особых проблем нет. Ну а отслужившие элементы экологии можно легко подшивать. Ну а что здесь у нас? В 2019 году на Opel Astra K появился совершенно новый двигатель 1.5-3 цилиндра, полностью алюминиевый с балансиром. В приводе к ГРМ роликовые цепи находятся спереди. Ну, что сказать про этот мотор. Мало про него пока еще информации, но неприятности с ним уже случаются. Знатоки этих моторов настоятельно рекомендуют снимать поддон и затягивать гайку масляного насоса. Крайне желательно посадить ее на резьбовой герметик. Зачем это нужно? Ага, потому что есть случаи откручивания гайки масляного насоса, после чего, естественно, мотор погибает из-за износа пар трения, то есть из-за прекращения их смазки. И, кстати, поддон у 1.5-литрового дизеля Opel пластиковый, ну а масляный насос приводится с двухсторонним зубчатым ремнем. Еще появляются случаи замены цепи ГРМ у этих моторов, потому что она изнашивается, растягивается и начинает греметь, примерно при пробеге в 250 000 км. Так вот, печаль в том, что запчасти для замены цепи ГРМ, то есть комплект весь, не всегда есть в наличии. Предлагается в основном только оригинал, и, к счастью, стоит это не очень дорого. Но есть нюанс. Для выставления меток ГРМ в этом моторе и фиксации валов используются 7 оригинальных инструментов. В Европе уже продается единый комплект вот этих самых оригинальных инструментов. На больше про этот двигатель нам пока вам сказать нечего. Проходной 1.5-литровый турбодизель есть еще и у BMW. Этот двигатель B37 выпускается с 2012 года. Он полностью легкосплавный, с чугунными гильзами. Цепи привода ГРМ и маслонасоса располагаются со стороны маховика. Во впускном коллекторе есть вихревые заслонки. Этот турбодизель трехцилиндровый, поэтому в его конструкции предусмотрен балансирный вал. По сути, двигатель B37 – это укороченный до трех цилиндров двигатель B47. Он устанавливается на всю переднеприводную платформу BMW. Это первая серия второго поколения. Компакт-вэны второй серии. На моделях типа 214 и 216D стоит именно этот мотор. У этого двигателя очень хорошая репутация. Он реально надежен. Но раз в 150 тысяч километров стоит снять впускной коллектор и основательно его почистить. Потому что если что-то случится с вихревыми заслонками, то тогда придётся либо колхозить что-нибудь, либо же покупать дорогущий впускной коллектор в сборе. Цепь ГРМ служит порядка 250 тысяч километров. И уже по классике для BMW с продольной компоновкой, чтобы их поменять, надо разъединять трансмиссию с двигателем. Лет восемь назад у этих моторов были проблемы с клапаном EGR. Но такие же проблемы были на четырёх и шестицилиндровых моторах. И все они решались по гарантии. В общем, этот двигатель очень даже годный дизелёк. Нужны витамины для вашего автомобиля? Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя от трансмиссии топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет. А Автостронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек – это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек – это присадки для двигателей и трансмиссий, для гидравлики, для топливной системы. Также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы. Добавь своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. А где покупать это все, вы знаете, в Автостронге. Ссылочки и подробности будут в описании. Заходите на наш сайт. Ну а где же Vax, спросите вы? Так уж повелось, что самым распространенным турбодизелем на свежих Volkswagen, Seat, Skoda, Audi является 1,6-литровый турбодизель в своем последнем исполнении. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этого двигателя. Кому интересно, обязательно посмотрите. Любителям чугунных дизелей этот мотор понравится. Блок цилиндров этого двигателя отлит именно из этого сплава. В алюминиевой ГБЦ 16 клапанов с гидрокомпенсаторами. Привод ГРМ ременной, вихревых заслонок нет, масляный насос с двумя ступенями производительности. Производительность помпы системы охлаждения также регулируется. Системы экологии тут самые сложные и навороченные. Впрочем, и по ним есть специалисты. Все отшивают и удаляют. Глобально двигатели 1.6 TDI ни в чем не заморались, но иногда могут огорчить посторонним звуком из поддона. А это вводит вакуумный насос. Дело в том, что эта деталь установлена именно там и находится на одном валу с маслонасосом. А приводится вот этот модуль из двух насосов с зубчатым ремнем, который погружен в масло. Регламента замены нет, но 1000 на 200 хватит. У Volkswagen есть еще турбодизель объемом 1.4, но его устанавливали на компактные хэшбэки типа Audi A1, Seat Ibiza, Volkswagen Polo, но мы их в продаже нигде не нашли. Не завозили их к нам. Ну а в целом двигатель 1.6 TDI последнего или самого современного поколения – это достаточно годный двигатель без проблем. Ну что, вот такой вот обзор свежей БУшки, то есть свежих двигателей из Европы у нас сегодня получился. Обязательно напишите в комментариях о своем опыте эксплуатации чисто европейских автомобилей. Мы обязательно почитаем. А также напишите нам, может, мы забыли какие-то двигатели. А также еще черканите о том, хотели ли бы вы видеть точно такой же обзор, только про бензиновые двигатели. Подписывайтесь, ставьте лайки и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг».